привет друзья сегодня наш подопытный вот этот милый старенький комод я спасла его от верной смерти его собирались выбрасывать но не могла же я допустить этого поэтому сегодня будем его переделывать состояние у него как обычно плохое привычное для меня я очень люблю такие переделки тем больше разница между тем что было до и тем что стало после посмотрим какие детали получится сохранить а какие придется заменить столешница тщательно накрыта линолеумом интересно что там под ней и так приступаем для начала конечно же вынимаю все выдвижные ящички и начинаю разбор со столешнице убираю речки которые держат линолеум для того чтобы снять его итак какой же сюрприз меня ждет под линолеумом конечно было бы чудо если бы там не открылась в прекрасном состоянии деревянная столешница но это не так можно сказать что это даже вовсе то и не сюрприз я конечно подозревала что там а там фанера прогнившая и полностью испорченная по наивности начинаю снимать верхний слой фанеры в надежде на то что нижний слой сохранился и менять его не придется но в процессе демонтажа понимаю что нет придется снимать всю столешницу то есть полный лист фанеры на мое счастье он снялся довольно таки просто но те детали которые были приклеены к рейкам там конечно клей держался хорошо и здесь мне немного пришлось попотеть по отдирать ножом пользуясь молотком снимаю все это потом это нужно снять обязательно все вот эти мелкие части приклеены остатки фанеры так как если оставить их то новая столешница ляжет неровно потому как ее я тоже буду приклеивать и нужно чтобы поверхность которой я буду приклеивать новую столешницу было абсолютно ровно и избавляясь от многочисленных гвоздей которые присутствуют у нас на комоде видимо его уже кто-то когда-то пытался ремонтировать и на вбивал гвозди пытаясь прибить фанеру а также речки которые я уже сняла по бокам также были прибиты гвоздями поэтому от всего от этого нужно избавиться ну все со столешницей вроде бы разобралась приступаю к боковым частям здесь также сначала начиная снимать верхний слой фанеры но в итоге отрывая весь лист итак друзья вот так сейчас выглядит мой комод по ходу пьесы я уже придумала каким он будет в итоге пока говорить не буду пусть будет это сюрпризом естественно эту стенку и столешницу буду наращивать либо мебельный щит это будет на столешнице и либо какая-нибудь красивущая фанера шириной я думаю 8 10 миллиметров подойдет здесь более тонкая фанера будет наклеена так как это боковые части сейчас осмотрела вот эти декоративные элементы они все отлично держатся с этим не повезло кроме одного вот этот он немного шатается но тоже совсем чуть-чуть вот здесь он держится крепко на гвоздики а вот получается низ шатается но это ничего страшного я туда загоню клей и струбцинами все это сожму здесь вот у нас обнаружился вот такой вот домик целое жилище пчел ну и в принципе конечно все тут внутри будет отмываться очищаться это тоже все ничего страшного и уже я освободила от верхнего слоя фанеры другую боковую часть она оказалась в лучшем состоянии нежели предыдущая здесь я сняла только верхний слой фанеры подложка оказалась в нормальном состоянии лишь требует подшпаклевать ее в некоторых местах это тоже все ерунда вот здесь вот подшпаклюем здесь нужно будет сначала подклеить и затем вот этот угол подшпаклевать некоторые элементы вот такие речки сняла все их буду восстанавливать и сажать обратно на место шкафчики пока не трогаю занимаюсь корпусом забегая вперед скажу что я уже его переворачивала и посмотрела на состояние ножек они они но конечно плачевная но все же я представляла себе что она будет хуже поэтому это можно сказать даже обрадовалась задние ножки вообще вполне себе в приличном состоянии а передний тоже можно будет спасти даже не демонтируя их нужно будет их немного нарастить древесной пульпой и подклеить еще кое-где речки так как они уже кое-где съедены жучком и просто-напросто комод шатается в общем на растим все это сделаем но продолжаем работать с корпусом демонтирую речки которые находятся по периметру нижней части комода они сидят на таких довольно таки больших гвоздях не мебельных поэтому с ними возникли дополнительные проблемы а так как древесина мягкая ввиду своего возраста очень боюсь не повредить не расколоть ли речки поэтому тут довольно таки аккуратно пытаюсь работать чтобы вынуть все таки эти гвозди еще раз оцениваю состояние ножек и понимаю что некоторые из них нужно укрепить саморезами просто-напросто присверлив их к корпусу комода потому что они вроде как и вклеены но все же шатаются нам это точно ни к чему гоняя в них большие саморезы все теперь все держится отлично переворачиваю комод будем заниматься дном будем заниматься ножками для начала нужно хотя бы смахнуть всю ту пыль и паутину которая годами копилась на обеих задних ножках для чего-то прикручены довольно такие толстенькие брусочки не понимаю для чего это было сделано так как с ними задние ножки гораздо больше передних то ли под передние что-то подставляли как в принципе у старого хозяина комод этот стоял потому что он просто-напросто заваливается вперед именно из-за того что на задние ножки кто-то когда-то прикрутил прибил в толстые брусочки в общем конечно же избавляясь от этих брусочков избавляясь от гвоздей в процессе демонтажа обнаруживаю что возле одной из задних ножек древесина съедена жучком караедом просто в труху конечно же все это буду залечивать и в итоге понимаю что заднюю стенку комода мне нужно также будет снять потому что она конечно тоже непригодна для дальнейшего использования ох и вредная же оказалась эта стенка никак я не могла с ней справиться и молотком выбивала она и вклеена и прибита и настолько все это хорошо держится вот именно в местах склейки никак не могла ее оторвать во время отрывания фанеры периодически отдыхаю от этого занятия занимаясь тем что укрепляю задние стенки комода также вгоняя в них довольно таки длинные саморезы ура этот кусок фанеры наконец-то повержен можно двигаться дальше ошкуриваю ножки при этом выравнивая древесину то есть снимаю всю ту древесину которая повержена жучком караеда сейчас мне это нужно сделать для того чтобы оценить размеры ножек и в принципе оцените их состояние какие мне нужно будет наращивать какие будет достаточно просто зашпатлевать и так самой поверженной оказалась у нас передняя левая ножка ее однозначно буду наращивать а кстати все остальные ножки в неплохом состоянии особенно задние их достаточно будет зашпаклевать причем даже по размеру по высоте они все одинаковые в общем работаю над одной из ножек сейчас зашкуриваю еще раз делаю поверхность ровной для того чтобы приклеить брусочки а брусочки у меня нашлись знаете от детской игры башня дети как-то уже потеряли к ней интересы эти брусочки а то и дело нахожу по всему дому и вот здесь вот они мне просто как нельзя кстати подходят они деревянные мне даже не пришлось их отпиливать просто два брусочка по моему размеру приклеиваю их клеем тайтабонт и забиваю гвоздиками друзья у нас поднялся сильный ветер у меня просто улетает штатив поэтому я сейчас вам быстренько расскажу и сделаю за кадром а потом покажу уже вам результат в общем смотрите моя ножка все вот эти детальки уже подклеились хорошенечко пристыли конечно этот клей вот этот клей тайтабонт красный это просто супер сила рекомендую всем в общем сейчас я подшкурю вот эти вот все грани и зашпатлюю чем буду шпатлевать я долго маялась с различными шпаклевками никак не могла найти для себя лучший вариант и наконец-то вроде бы я его нашла в общем я мешаю древесную пыль с вот с этим клеем тайтабонт и получается просто ядреная смесь которая буквально за считанные минуты встает колом и отлично сошкуривается и просто получается вот такое монолитное полотно это в баночке из-под клея пва смешала так как она у меня была пустая в общем вот такая кажется получается отличная штука сейчас я буду ею подшпаклевывать сначала со шкурю буду подшпаклевывать и покажу вам результат вы знаете вот как ни странно на мое удивление я уже сейчас переворачивала комодик и он абсолютно не шатается то есть все ножки получились у меня вровень это прям отличная для меня новая но все пошла работать покажу вам результат позже ножки и дно комода зашпатлевала пока все это подсыхает можно заняться выдвижными ящичками оцениваю их результат и они на мое счастье все казались довольно таки крепкими единственная нижняя часть кое-где выпадывает я ее забиваю гвоздиками укрепляю дополнительно нужно мне избавиться от всех замочков потому что они в принципе уже не функционирует и там у них только скопилась грязь мне они не пригодятся их демонтирую выкручиваю с выкручиванием тоже как вы знаете часто возникают проблемы так как все гвоздики окислившиеся и и там нету резьбы и так далее в общем это тоже довольно таки не легкий процесс но тем не менее при желании от всего такого можно избавиться избавляясь вычищаю все что там внутри там внутри полое пространство и в моем случае там и пчелки успели пожить и и всякая пыль налететь поэтому это все хорошенечко нужно будет прочистить пробиваю дополнительно гвоздиками речки декоративные элементы они тоже вроде бы все хорошо держатся но на всякий случай нужно их подработать полое пространство от замочков заполняю монтажной пеной и пусть меня закидают помидорами мастера реставрации я не реставратор я занимаюсь редизайном мебели поэтому мне можно пользоваться в данном случае монтажной пеной тем более что я считаю что в данном случае она подходит как нельзя кстати расширяясь монтажная пена заполняет все пустые пространства а нам как раз таки эти пустые пространства там совершенно ни к чему впоследствии я аккуратненько срежу пену а места срезов подшпатлюю некоторые ящички внизу я укрепляю дополнительной речкой так как фанера немного просела эту речку я также приклеиваю и пробиваю гвоздями подобным образом уделяю внимание каждому выдвижному ящичку пена подстыла ее можно аккуратно срезать для дальнейшего шпатлевания пользуясь своей гремучей смесью все зашпатлевываю кстати я очень поспешила когда сказала что это моя древесная паста хорошо сошкуривается это вовсе не так она получается настолько крепкая что и со шпатлево сошкурить и и потом довольно таки сложно поэтому если будете пользоваться таким же рецептом сразу же позаботьтесь о том чтобы поверхность была максимально ровная чтобы потом пришлось гораздо меньше и и шкурить вот что мы имеем на данном этапе посмотрите на наши ножки особенно вот на эту все прекрасно склеилась ножка практически не отличается от второй по форме сейчас я буду ее ошкуривать выравнивать но в целом я очень довольна прекрасно она еще крепче чем новая стала уделено время каждому и выдвижному ящичку вся пена срезана канцелярским ножом все изъяны подшпаклеваны древесной пастой можно двигаться дальше следующие этапы это просто нескончаемое ошкуривание пользуюсь и шлифмашинкой и естественно вручную выравниваю архитектуру ножки чтобы у меня обе ножки стали одинаковыми параллельно ошкуриваю поверхности дна она у меня тоже будет приведено в порядок и окрашенном будет все аккуратненько со всех сторон мелкие оставшиеся неровности я зашпатлю и вот такой вот замазкой синтетической фирмы дер мастер честно сказать ею пользуюсь первый раз я же все еще не перестаю экспериментировать с различными шпатлевками и замазками написано что она синтетическое у нее есть небольшой запах но совершенно не резкий пробую на этот раз и и посмотрим как она поведет себя в дальнейшем в принципе подсохла она довольно таки быстро сошкурилась аккуратно переворачиваю комод работаю с его лицевой частью ровные поверхности ошкуриваю шлифмашинкой ну а декоративные элементы конечно же обрабатываю вручную здесь пользуясь наждачной бумагой не крупной зернистости древесина мягкая и все прекрасно ошкуривается и вот наконец-то корпус готов к тому чтобы можно было заказать зашивать боковые стороны а также заднюю его часть кстати ранее говорила о том что мне только с одной стороны пришлось снять фанеру полностью но в итоге нет со второй стороны фанера была также демонтирована и так вырезаю необходимые мне новые элементы по нужным размерам приклеиваю их при помощи все того же клея аккуратно вставляем сверху кладу пресс и оставляю таким образом сохнуть на ночь каждую из сторон и вот так вот теперь уже выглядит мой комод как будто ничего мы с ним и не делали абсолютно ровненькие и новые поверхности боковые поверхности я только приклеила а заднюю поверхность я еще дополнительно укрепила гвоздиками конечно же эти элементы у меня были сняты от какой-то прежней переделки поэтому на них есть также изъяны которые я зашпатлюю вот речки они ждут своего часа следующим этапом предстоит работа со столешницей сейчас ее также будем закрывать в начале переделки у меня были планы на то чтобы купить для столешницы мебельный щит либо фанеру но порывшись в своих запасах я нашла отличный мебельный щит от советской стенки но конечно же он не пригодится в данном случае тем более что по ширине его размеры подходят предстоит отпилить и ее лишь по сторонам что я собственно и сделала советские мебельные щиты лобзик не берет поэтому здесь приходится пользоваться циркулярной пилой примеряю мой мебельный щит все отлично подходит просверливаю отверстие так как столешница у меня будет не только приклеена но и прикреплена на саморезы изнутри для того чтобы изнутри мне впоследствии не промахнуться я и делаю эти отверстия наношу клей ставлю пресс а теперь уже с внутренней стороны прикручиваю саморезы скажу честно в некоторые места было очень сложно пролезть либо рука у меня не доставала либо шуруповерт не пролазил но ничего я совсем справилась все теперь наша столешница намертво прикреплена к корпусу комода корпус окончательно собран примеряю ящички и конечно же после того как соберешь корпус не все ящички хорошо входят они-то в принципе изначально туго входили и выходили а уж теперь и подавно с этим придется дополнительно работать и опять наш комод стоит вверх ногами финальное ошкуривание и отмывание его дна для того чтобы в последствии уже перевернуть его и занести в помещение параллельно ошкуриваю также все поверхности которые удобней ошкурить при нахождении комода верх ногами потому как все полностью будет обработано внутри будет все либо покрашено либо покрыта лаком а следовательно абсолютно всю поверхность мне нужно ошкурить отмываю дно для того чтобы перевернуть комод отмывая содовым раствором отмывая содовым раствором с добавлением обезжиривающего средства комод комод перевернут работаю со столешницей комодом отмывая содоваром отмывая содовата наши речки никуда не делись фиксирую все это малярным скотчем до полного высыхания клея клей простой все неровности и стыки зашпатлевываю и здесь мне пригодился палец как-то все-таки начала я шпателем но шпателем не очень удобно пальцем все это получается гораздо ровнее на столешнице есть тоже незначительные сколы их также обязательно нужно зашпатлевать ну и финальная ошкуривание уже не знаю в который раз вы наверное уже сбились со счета шпатлю и ошкуриваю шпатлю и ошкуриваю не знаю но меня это в каждой переделки не могу я с первого раза все зашпатлевать считаю это неправильным потому что после ошкуривания опять видишь какие-то изъяны видишь какие-то неровности где-то шпатлевка дала усадку и это нужно все заново доработать здесь работаю как шлифмашинкой так конечно же и вручную особое внимание уделяю рельсам выдвижных ящичков для того чтобы они хорошо впоследствии заезжали ну вот друзья мой комод наконец-то полностью ошкурен вот такая вот я вся грязная но довольная довольная с тем что с грязной работы покончено сейчас я буду его отмывать обезжиривать заносить в помещении и вам уже покажу как начнем красить а сейчас уделю немного времени тому что было сделано и так все что мы вчера с вами же зашпатлевывали я зашкурила и в некоторых местах еще раз нанесла шпатлевку соответственно дождалась пока она высохнет еще раз ошкурила нижний шкаф нижний выдвижной ящичек вот поправьте меня это ящичек или шкафчик или шуфлядка как правильно это говорить выдвижной для меня это выдвижной шкафчик нет выдвижной ящичек выдвижной ящичек я примерила последний примеряла каждый и работала над этим потому что после того как собираешь комод хоть изначально эти ящички хорошо заходят и выходят ну как сказать хорошо насколько это возможно для старого комода впоследствии при том когда собран предмет мебели заново с этим возникают проблемы это всегда однозначно потому что предмет мебели стягивается и всегда все ящички выходят и заходят туго поэтому для того чтобы они у меня все хорошо зашли мне пришлось проработать вот эти рельсы я хорошенечко их а шкурил а шкурила шлифмашинка немного скруглила вот эти вот края теперь они залетают и вылетают просто отлично впоследствии после того как все будет окрашена эти места я натру восковой свечой и тогда будет вообще все замечательно проблем с виду движением и задвижением шкафчиков ящичков не возникнет обращаю внимание что а шкурин абсолютно все со всех сторон снаружи внутри по бокам что-то будет краситься что это будет оставаться в дереве но покрываться лаком для того чтобы обновить поверхность для того чтобы впоследствии хозяину новому хозяину этого комода было удобно им пользоваться удобно комфортно за ним ухаживать по верху несколько раз все проходила шпатлевкой опять зашкуривала опять кое-где вылазила усадка шпатлевки поэтому я зашкуривала еще раз здесь я пользовалась как вот этой вот самодельный шпатлевкой так и той которую вам ранее показывала покупной вот та которая беленькая вы видите в общем с каждым с каждым ящичком произведены все те же манипуляции сам корпус комода обработан со всех сторон снизу вы видели мы вместе с вами его отмывали сзади по бокам все обработано все зашпатлеванной все неровности все ошкурена я не люблю когда задняя спинка у предмета мебели остается в каком-то неприглядном виде поэтому тут конечно же тоже все сделано аккуратно и будет краситься столешницы ну столешницы конечно уделено особое внимание здесь все несколько раз также прошпатлевана столешница ошкурена лак я снимать не буду моя краска позволяет наносить ее на поверхность покрытую лаком вообще если честно я удивляюсь когда говорят что раз и переделали предмет мебели за один день у меня так не получается я считаю что это категорически неправильно как можно вот такой предмет мебели старый не разбирая его просто покрасить сверху закрасив всю ту гадость всю ту жизнь которая внутри вот честно тут у меня были пчелиные домики и ходы жучков короедов это нужно было все промыть и прошкурить прошпатлевать обработать средством кстати да обязательно обязательно все что было зашито все те места обработаны антисептиком для того чтобы не возникало плесень для того чтобы никакая жизнь не не дай бог не завелась в нашем комоде но все сейчас я его отмываю обезжириваю и заношу в помещение и мы с вами встречаемся на покраске и так комод отмыт обезжирен я пользуюсь строительным обезжиривателем но если у вас есть спирт то он также подойдет начинаю окрашивание с дна комода буду красить дно а также заднюю стенку друзья на этот раз я не могу назвать марку краски так как эту краску я намешала сама сделала сама заранее я уже конечно же ее тестировала могу сказать что результат мне нравится какой-то особенной подготовки поверхности эта краска не требует за исключением того что поверхность должна быть обязательно обезжирена и хочу сразу же заметить даже если производитель говорит что просто берем поверхности сверху красим но это не так в любом случае любая поверхность при нанесении любого материала краска должна быть обезжирена мне нравится как она ложится получается такой бархатистый эффект краска получилась у меня матовая конечно говорить сейчас относительно ее продажи очень рано но честно скажу я работаю над этим вполне возможно что в ближайшее время я раскрою все секреты и объявлю о продаже краски но сейчас я пользуюсь пока что ею только сама во время нанесения краска имеет такой белесый оттенок но после ее высыхания цвет раскрывается я в данном случае планировала сделать цвет шоколад но мне кажется мне это получилось дно и ножки окрашивала кистью уж очень я люблю работать кистью и лишний раз стараюсь даже не брать в руки валик но а заднюю стенку конечно придется окрашивать валиком все-таки здесь довольно таки большая поверхность пользуюсь велюровым валиком с мелким ворсом он мне больше всего нравится он не впитывает в себя много краски и краска ложится равномерно вот на этой части видео хорошо видно когда наношу краску она немного белеса и как только она чуть-чуть подсыхает цвет уже раскрывается и становится совершенно другим таким глубоким шоколадным цветом вот так наш комод выглядит после нанесения двух слоев краски на задней стенке еще есть немного проплешины поэтому ее я буду покрывать на третий раз внизу все отлично прокрасилась здесь третьего слоя не понадобится поэтому сейчас я его уже перевернул поставлю на ножки буду заниматься лицевой стороной столешницей ну и параллельно покрою еще на раз заднюю стенку также коричневой краской краска хорошо и быстро высохла абсолютно бархатистая мне понравился эффект хорошее покрытие буду дальше ею пользоваться параллельно с комодом я уже окрасила выдвижные ящички окрашивала их заднюю стенку и внутри также дно окрашено этой коричневой краской дальше будем декорировать экспериментировать все покажу прежде чем перевернуть комод на ножки клею фетровые накладки честно говоря не помню уже где покупала и вот теперь нигде не могу опять найти такой же комплект очень удобный комплект там как большие листы которые можно самому нарезать по нужным размерам так и всяческие формы фетровых накладок кругленькие квадратненькие перевернув комод начиная с грунтования столешницы все-таки и и я решила загрунтовать чтобы уж наверняка пользуясь грунтом радуга 25 но забегая вперед скажу что можно было бы этого и не делать даже не так не нужно было это делать и нужно было грунтовать так как моя краска глубокого проникновения и я опасаюсь что грунт не даст краски именно проникнуть в поверхность но в принципе забегая вперед скажу что столешницу я уже тестирую и не один день пока все в порядке задумка такая низ и столешница а также речки по периметру комода будут шоколадного цвета а фасады нежного припыль он на зеленого цвета пока даже не знаю как бы этот цвет обозвать на что он будет похож перехожу к фасадам для меня это просто какая-то медитация я очень люблю красить особенно кистью особенно когда краска так ложится это просто удовольствие вот так на данном этапе выглядит комод есть еще кое-какие нюансы которые мне нужно доработать сейчас коричневой краской покрыта уже на три слоя а зеленой краской покрыта на два есть еще кое-какие нюансы вот немного по бокам полосит нужно будет еще слой добавить на столешницу добавлю четвертый слой для того чтобы она для того чтобы покрытие было более прочим но и кое-где еще есть не прокрасы все это доработаю внутри я покрасила таким образом покрасила низ вверх и заднюю стенку потому что не очень красиво эти детали выглядели хочу чтоб все было аккуратненько то что осталось в дереве покрою лаком для того чтобы новому хозяину было легче ухаживать за этим комодом но и в принципе старое дерево нужно будет защитить так вот выглядят вид выдвижные ящички тоже внутри и снаружи они покрыты коричневой краской сверху покрыты зеленый зеленую краску замешивала также сама как и коричневую коричневый цвет шоколад я так полагаю но мне кажется да такой он и получился зеленый если честно хотела немного темнее но в принципе начала наносить когда наносишь краской немного темнее чем после высыхания мне понравилось сейчас высохла она немного светлее но в принципе я думаю тоже неплохо потому что впоследствии мы будем еще немного тонировать ее тонировать коричневым цветом как бы затемнять углы все покажу поэтому такой цвет и оставлю а что касается качество мне очень понравилось хорошо ложится просто красить одно удовольствие здесь вообще еще только на один слой покрыта поэтому видите есть такие не прокрасы еще сейчас все эти нюансы за кадром доработаю а потом уже когда будем делать патинирование и наносить защитное покрытие я вам все покажу и так внутреннюю часть ящиков а также все те детали которые остались в дереве защищаю лаком фасадную часть лаком не покрываю так как он дает глянцевый эффект а на фасаде мне этот эффект не нужен там будем пользоваться воском чтобы сохранить матовость краски акриловый паркетный лак текс это мой любимый лак с ним никогда не возникает никаких проблем он прекрасно ложится не оставляет никаких сгустков даже в углублениях не дает желтизны и впоследствии но единственное нужно учитывать что он глянцевый если вам не нужен глянцевый эффект таким лаком лучше не пользоваться внутри также всю поверхность покрываю лаком и Продолжение следует... Итак, все, что хотела, лаком покрыто, все это подсыхает, а мы работаем дальше. Ох, какой же все-таки красивый получается комодик, я прям восхищаюсь им. И какая же красивая фактура дерева, как она под этим лаком раскрылась. Жалко, конечно, что на фасадных частях нигде не удалось сохранить эту фактуру дерева. А теперь для лучшего скольжения рельсы выдвижных ящиков, а также части корпуса комода, натираю восковой свечой. Отлично! Все ящички входят и выходят. Главное не перепутать их местами. А теперь немного запатинируем декоративные элементы. Наношу краску цвета шоколад, прям поверх зеленой краски, а затем влажной тряпочкой тут же стираю, не дожидаясь ее высыхания. Работаю небольшими участками, так как краска очень быстро сохнет, и вы можете ее просто-напросто уже не стереть. Таким образом, коричневая краска остается только в углублениях и создается эффект состаривания. Подобным образом задекорировала только боковые выступающие элементы. Изначально хотела сделать подобный эффект и на выдвижных ящичках, но увидев полную картину, передумала. Финальные штрихи обрабатываю всю внешнюю поверхность воском. Пользуюсь мебельным воском Либерон. Но, честно скажу, я работать с воском не люблю. Все-таки присутствует у него такой специфический запах, который меня напрягает. Особенно, когда обрабатываешь довольно-таки большие поверхности. Но в данном случае, так как нам нужно сохранить эффект матовости краски, ничего не остается, как все-таки обработать поверхность воском. Хотя, в принципе, эта краска не требует финиша. Ну, чтобы уж наверняка, так как комод делаю на продажу, все-таки потерплю этот запах и покрою всю поверхность воском. В момент нанесения кажется, что поверхность стала немного глянцевой. Но после того, как воск высыхает, фактура остается матовой. Монтирую ручки. Мне повезло. Одной из предыдущих переделок у меня остались вот такие ручки. Их ровно восемь. И я даже никак не стану их переделывать. Мне кажется, они идеально подойдут к этому проекту. Ну что ж, собираем все воедино и любуемся долгожданным итогом. Мне очень нравится, как получилось. При разном освещении комод смотрится абсолютно по-разному. Вот вам тому доказательство. При дневном и при вечернем свете. Краска очень красиво играет. Надеюсь, этот эксклюзивный предмет интерьера быстро найдет своего нового хозяина. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пишите ваши комментарии. Мне очень важна и цена ваша обратная связь. Всем пока-пока. У нас впереди еще много интересного. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok